Поддерживать высокий уровень подготовки к осенне-зимнему периоду и каждый год идти четко по графику обновления теплоэнергетических ресурсов. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя на очередном заседании регионального правительства, где готовность Верхневолжа к холодам стала основным вопросом повестки дня. Перед началом заседания его участники почтили минуту молчания память жертв трагедии в Ижевске, где 26 сентября при столбе в школе номер 88 погибли 17 человек. Из них 11 ученики. Далее правительство приступило к рассмотрению основного вопроса повестки дня. Итоги подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к начинающемуся отопительному сезону. До конца текущего месяца у нас должна быть обеспечена максимальная готовность региона к зиме, сказал Игорь Руденя, предваряя основной доклад. За последние 4 сезона минимизировано количество аварий на сетях теплоснабжения, снизились благодаря профилактической работе наших ресурсоснабжающих компаний количество технологических нарушений. И, конечно, наша задача держать этот высокий уровень подготовки. На данный момент в Тверской области подготовлены 834 котельные, свыше 1800 километров тепловых сетей, порядка 6000 километров водопроводов, свыше 2300 километров сетей водоотведения, а также более 62 тысяч километров электросетей. В региональные программы модернизации и капитального ремонта объектов теплоэнергетики в этом году вошло 11 объектов, включая 5 котельных. На текущий момент произведен ремонт более 2700 единиц котельного оборудования, что превышает показатели предыдущего года. Выполнен капитальный ремонт для замены 50 километров тепловых сетей. Работа по гидравлическим испытаниям тепловых сетей выполнена на 100%. В состоянии на 27 сентября 38 муниципальных образований полностью выполнены ремонтные программы. В еще четырех муниципалитетах, среди которых и Тверь, работы подходят к концу. В полном объеме проведена подготовка к зиме коммунального комплекса учреждения образования, социальной защиты и спорта. Создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах ЖКХ, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другую технику. Идет формирование запасов топлива. Запас топлива сформирован полностью резервного. У нас исключение составляют три муниципальных образования, где сейчас идет поставка резервного топлива. Это уголь, там буквально небольшие партии, но в областном резерве в наличии все необходимое имеется. Сейчас в регионе завершается запуск в домах централизованного отопления. В подавляющем большинстве муниципалитетов обеспечена подача тепла на объекты социальной сферы и многоквартирные жилые дома. Всего к предстоящей зиме подготовлено свыше 11 400 на квартирных домах.